Если идет работа по функции или по целям поведения, то будет очень много сразу разного типа методик, которые происходят в одно и то же время, одновременно, сразу. То есть, если вы спрашиваете, например, что делать с ребенком, который в туалете закричает, я говорю, работать надо, когда поведения нет, а это значит, что с утра у нас уже идет программа по работе с этим поведением, и целый день она идет. То есть, каждый отрезок времени идет какая-то часть этой работы, и она ни на секунду не останавливается. Я хотела проиллюстрировать вас вот этим документом. Просто когда со стороны потом смотришь, вот теперь я ребенку говорю перед садиком, то-то, 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 пять-десять раз, но это уже пока идет. И теперь я смотрю, когда она на куклах играет, и это то же самое. Я думаю, что это один и один. То есть, вот моя ситуация. То есть, я ей, а она на куклах коллектирует. Конечно. Это ведь так же точно, извините. Ну, а мы точно так же. Мы же, когда модель строим в своей семьи, да, мы же ее строим по какой-то, которую мы видели раньше, правильно, и так передается из поколения в поколение. Это точно. А извините, пожалуйста, еще один вопрос. Вот вы анализируете поведение? Вы вообще все поведение ребенка анализируете или вы вот именно проблемные вот эти ситуации берете только, которые вот есть у него? Обычно запрос, если, да, у нас остается на одно поведение, то мы анализируем одно поведение. А вот мы вчера отмечали, вы говорили поведение, мы ставили поведение. Да, я уже это комментирую. Вот это вот было, ну, если мы, допустим, наблюдаем, мы тоже наблюдаем с десантным интервалом и тоже ставим какие-то всплески. Ну, это так будет. Нет, каждое наблюдение, это будет своя какая-то форма для наблюдения. То, что это была не игра сто процентов, а иллюстрация из-за того, что это сложно, это сложно делать, это нужен особый навык. И что, поскольку, когда я сравнивала тех, кто пришел позже, да, я сравнивала, вчера я сделала с удовольствием, я очень люблю такую работу, да, я же аналитик, я же могу все сравнивать. И с удовольствием заметила, что если там шесть у меня было заполненных листочков, было одно совпадение. Одно. Одно. Это говорит о том, что работать по этим данным мы никак не можем. Потому что мы не можем, если это происходило в одно и то же время, и разные люди увидели разное, то как мы будем делать выводы о том, работает наша программа или нет. Если завтра придет другой человек, то увидит ноль поведений. А послезавтра человек увидит сто поведений. Понимаете? То есть это тоже хорошая иллюстрация такая, что надо смотреть. Я хотела еще рассказать по поводу, кстати, вашего тоже комментария. Немножко как бы в сторону, но мне кажется очень важно для всех. что у нас в нашем представлении о поведении считается, что если условия, то есть то, что изменяется в окружающей среде, какие-то стимулы, что-то такое, не запускают поведение, то повторение их бесполезно. Если у меня сразу не запустили поведение, то сейчас мы говорим не о нежелательном поведении, а желательном. Когда мы говорим ребенку иди мой руки, он не идет. Мы три раза повторяем иди мой руки, иди мой руки, иди мой руки. Это бесполезно. То есть это не есть тренировка этого навыка на этот стимул. То есть мы никаким образом эту инструкцию не научаем ребенку. А что в этом порядке надо делать? Давайте конкретно, что нужно. Я вам расскажу свою историю. Я разговаривала со своей коллегой одной. И мы с ней разговариваем, и параллельно я дочке говорила одно и то же. Типа сделай это, сделай это. Конкретно одно и то же. Три раза повторила, она мне говорит, моя коллега говорит, ты че, ты уже три раза одно и то же повторила. Типа зачем? Ну зачем? Других ты можешь получить, а сам ты не замечаешь, что делаешь? Как обычно. Это как… Что же мне теперь делать? И после этого начинается программа. То есть что значит программа? Когда я продумываю программу, значит я продумываю, почему этот стимул не запускает это действие. Это может быть по двум большим направлениям только разбор полетов. Первое – это то, что если этот стимул не соединился с последствием. То есть он от последствий очень далеко. Поэтому он не сигнализирует человеку, что сделай это, получишь это. не сигнализирует. Он просто пустое место для этого человека. Потом уже когда мы начинаем третий раз повторять, обычно это уже с таким изменением голоса или настроение уже видно, что мама сейчас будет в тяжелом состоянии. И если ребенок делает в этой ситуации, то мы понимаем, что он это делает для того, чтобы избежать нашей дальнейшей… Да. Правильно. То есть это не стимул сам по себе запускает, а когда мы уже его изменяем, повышаем голос, там начинаем нервничать, дергаться, там быстрее говорить, то человек это делает, чтобы избежать последствий нежелательных для себя. То есть это не есть научный навык. Поэтому вот эти два направления мы рассматриваем и дальше делаем так. Я обычно предлагаю сюда, берем новый стимул, подсказываем, как сделать это поведение быстро. То есть уменьшаем количество энергии, затрачиваем, да, помните все? И сразу предоставляем последствия, которые желательные в данном случае. То есть я, например, если там ребенок нашел сделать по дому, у нас очень хорошо денежка работает. И я не страдаю от этого. Денежка работает прекрасно, с каждым разом денежка уменьшается. Как-то она мне на днях сказала, обычно разбирала машинку посуду мощную за 25 центов, а теперь, значит, что-то она мне сказала. Она говорит, я пол помою за 25 центов. Я говорю, подожди, может за 50? Она говорит, нет, за 25 центов. То есть у нее уже она сама отслеживает вот это вот, да, что она научилась это делать, она много это делала и уже получается понижение стало. Некоторые вещи даже бесплатно не делают, которые хорошо научены. Я говорю, что мы всегда смотрим, что если что-то не работает, оно, значит, не сигнализирует о том, что стоит напрячься для этих вот последствий. То есть напряжение не такое особо сильное вроде как, потому что мы вот тренируем или создаем условия, чтобы это не было так сложно. Ну и все остальные. Так, вернемся сюда. Значит, у вас в конце, те, кто были раньше, у вас дома даже эти бумажи. Я советую еще дома прочитать как следует. А сегодня у нас там просто вопросы в конце. Да, значит, первый вопрос. Мы сейчас прочитаем. А у меня нет. А, в смысле, да. План работы, это с первого дня. Значит, первый вопрос был там такой, что в рабочем определении не является условием. Сейчас, читая рабочее определение, мы будем, значит, определять в какое условие. Помните, что такое условие? Нет. Условия. Какие условия, что условия, да, это какая-то ситуация, да, или что-то изменяется в окружающей среде. Значит, рабочее определение здесь такое. В поле начинает рисовать, когда в поле его зрения находится ручка меловосковой. Вот. Я надеюсь, как бы, да, потом, да, надо будет определить, что же это такое. Как же он может рисовать склянями, но это поведение наблюдается редко. Рисует пользуя себе предметов в окружающем пространстве, площадь заполнения более 10 сантиметров. Начало поведения, ну и так далее. То есть, в данном случае, что будет являться условием, при котором начинается поведение. Как вы правильно сказали? Что это? Обстановка окружающая. Обстановка окружающая. Обстановка окружающая. Какая конкретно? Ручка мел. Ручка мел. Рандаш. Поле зрения. Поле зрения. Правильно. То есть, если ручка лежит где-то в шкафу закрытая, он не будет рисовать, да? Правильно. Вот здесь вы абсолютно верно заметили. Это очень важно. То есть, только после многократных наблюдений мы обнаружили, что вот когда ребенок по любому поведению находится, он ходит, бродит по квартире, только если он видит фломастер, он его хватает и даже не очень хватает, а спокойно берет и начинает им везде рисовать. На полу, на себе. Если он его не видит, он может целый день проходить и ничего не будет. Это часто бывает не очевидно для людей, которые, вот например, мама, которая уже в тяжелом состоянии от этого, да, и специалиста просит помочь. Она ему будет говорить, что он везде всегда рисует. И найти вот это условие, которое всегда запускает это поведение. Специалисту будет сложно только со слов мамы, потому что, да, такого наблюдения обычно, ну, редко кто может сделать, если не задаться только целью. Правильно? Что вот как посмотреть, что непосредственно перед поведением всегда происходит? Условия происходят всегда. Если мы говорим о том, что последствия могут меняться, и ничего, никакой опасности для поведения в этом нету, то условия всегда одинаковые. Потому что эти всегда одинаковые условия запускают людей. Это для нас большая подсказка, а? Можно поменять условия. Молодец! Молодец! Мы так и делаем. Отлично! Вопрос в том, что если как только вы такое делаете, и у вас поведение не меняется, или проскакивает все равно, значит, вы выделили неправильное условие. Бывают такие как бы ситуации, вот в моей практике было много ситуаций, когда условия вроде кажется очевидным, что ребенку или там взрослому дают какую-то инструкцию что-то делать. А он иногда начинает нежелательное поведение, иногда не начинает. Вот найти разницу, почему вот сейчас эта инструкция прозвучала, она запустила, а сейчас прозвучала, не запустила. Иногда у меня были случаи, когда это связано с тембр голосом, иногда с интонацией, иногда с тем, что было непосредственно перед этим, иногда и каждый раз это разное. И если мы это не знаем, это вот нюанс, то мы можем, скажем, эту инструкцию не давать, а если все остальные условия такие же, там тембр голос такой-то и что-то случилось перед этим, другая инструкция запустит. Понимаете? То есть мы тогда ничем не поработали. А если каждый раз разные условия, мы как поможем? Тогда это разные поведения. Это с каждым мы работаем по-разному. Нет, то есть у одного ребенка каждый раз разные условия. Да. Это как раз вот формирует одно и то же поведение. Одно и то же действие может происходить при разных условиях, это разные поведения. Сейчас я приведу вам пример. Мой любимый. С истерикой в магазин. Ребенок приходит в магазин, начинает истерить. А мама дает ему конфетку и успокаивается уходит. Зачем он это делал? То есть он начинает истерить. Разные могут быть уходящены. В таком случае все время повторяется одинаково. Если все время повторяется одинаково, на одном и том же месте он останавливается, начинает истерить. Мама дает конфетку, а не уходит. Все. Прекрасно. Предположим, у нас такая же ситуация. Мама, ну в смысле ребенок пришел, начинает, мама начинает смотреть по сторонам, да, искать там продукты. Ребенок начинает истерить. Мама обращает к нему внимание истерить прекращается. Но это происходило в одном и том же месте. В том же самом месте, где, скажем, вчера он истерил в виде какой-то конфеты. Мама, кстати, ему перед этим еще конфетку пыталась дать, да, он не успокоился. Потом начала с ним разговаривать, отложила там свой телефон и перестала смотреть на продукты. То есть действия одно и то же. Но сочетание этого и этого только в своей комбинации может нам подсказать, какая была цель поведения. Без того, как мы знаем все условия, да, что происходит до и что происходит после. То есть мы видим ребенок в магазине. Вот он, например, опять начал кричать, мама ему дала конфетку, он не успокаивается. Мама дала ему свое внимание, он не успокаивается. Они вышли из этого магазина, он успокоился. А? Не хотела кинуть. Вот, ну да, устал. Там, может, не знаю, жарко было. Просто именно, ему просто было жарко. Правильно. А мама ему дала конфетку, он в следующий раз, ого, понятно. Он уже истерит не потому, что ему жарко, потому что он тут купал. Может быть. Это такие тоже могут быть нюансы. Но сейчас вопрос там, чтобы работать с каждым из этих. То есть мы работаем не просто с поведением истерики в магазине, а мы работаем с каждым из этих элементов по отдельности. И планов будет три. Потому что то, что мы работаем с конфеткой, это достижение одной цели. То, что мы работаем с вниманием, достижение другой цели. А то, что они по своему виду могут быть абсолютно одинаковые, эти все три варианта. Это симптом уже. Да, само поведение, как оно выглядит, нас вообще не волнует. Нас. Вот если ребенок, например, потому что я с вами, например, студентов все время еще учу, не обращаю внимания, как поведение происходит. Это на самом деле сложный процесс. Потому что мы привыкли видеть, что у ребенка кричит мамочка, там что-нибудь просит, да, не хочу в туалет. Предположим, да, чего-то тут походить. И мы тогда думаем, что он не хочет в туалет. Но если всегда систематически после этого идет, например, активное мамино внимание, мама все отложила, начала с ним заниматься. Или, скажем, после этого он получает доступ к интернету, или после этого он еще что-то получает, да, другое, вообще никак не относится в туалет. То нам не важно, что он кричит. Нам важно, в таких условиях, и что это поведение достигает. Бывают такие смешные топографии. Ну, в смысле, такие, это у нас топография называется поведение. Не хочу вас терминами забивать. То есть сам вид поведения может настолько быть необычный, или вроде как очевидный, что человек хочет. На самом деле это не так. То есть вот, когда мы проходим вербальное поведение, то, что у нас будет, немного мы про это будем говорить. Есть такой, например, там разные типы вербального поведения, тоже они различаются по тому, в каких условиях происходит, и чего достигает человек этим словом или этим предложением. Одно и то же предложение может быть абсолютно в разных условиях дано и для разных целей. И я, знаешь, все время привожу, что вот как иногда можно сказать, какая у соседки красивая шутка. Какая цель? Какая у соседки красивая. Я буду, например, говорю. Хочу такую. Иногда это может быть я хочу такую же. Как муж должен распознать, что я это имел в виду? Если я говорю, какая у меня красивая шутка. Может я с ним хочу поделиться, может он дизайнер по шуткам, и я ему предлагаю пойти посмотреть, чтобы он такой уж тоже продизайнер. Мы, слыша вот такую фразу, мы можем напридумывать кучу всяких, сделать анализов, что может быть это для этого было сказано, может для этого, пока мы не выясним все условия. Мы не будем знать. Это будет наша задача. Точно так же поведение истерики у ребенка. Ребенок может истерить в туалете не для того, что он хочет уйти из туалета, или что он не хочет писать. А может он в этом туалете, скажем, увидел что-то, что хочет в это поиграть. И он не умеет ни у него ни указательного жеста ничего. Как вы будете это знать? Мне нравится, как вы задумывались. Это можно знать. Для этого мы делаем всякие экспериментальные вещи. Потому что в чем-то получается наша работа в данном случае, что мы когда изучаем, что запускает поведение и что потом следует за поведением, если мы, скажем, делаем свое предположение, то мы потом делаем очень простую проверку, которая нам доказывает, правы мы или нет. Вот, например, у нас есть стимул, инструкция мамы. После чего получается поведение, и ребенок получает, например, конфеты. Например, мама говорит, скажи, мама дай конфеты. Можешь такой маму сказать, да? Учит ребенок нормальный предел. Ребенок начинает орать. Она ему дает конфеты. Ну, бывает. Абстрактная картинка, да, конечно, может быть не очень правильно, но всяко бывает, да? Дальше мы… Нет, давайте вообще без инструкции. Просто. Человек начинает орать. Вот. Вот так. А то она вас согнет в стол. Ребенок начинает орать, мама дает ему конфеты. Мы такие, о, типа, может быть конфета является целью этого поведения. И мы тогда конфету даем перед тем, как можно орать. Как вы, вот, например, рассказывали, да, кто давал пример, что вы даете сначала что-то, да, потом идете куда-то там заниматься. То есть, если у нас… При этом, что вот эти условия, да, вот эти условия, они должны уже быть, ну, как это было, сложиться эти условия. То есть, например, мама подходит, или кто-то что-то говорит, или ребенок видит конфеты, там кто-то достает, да, и он начинает кричать. Если мы в этот момент сразу даем конфеты, то ему нет смысла кричать. Ну, как бы предваряем, предваряем, он как бы вот… Да, мы как бы даем ту последствия, которые он обычно достигает, мы даем ее раньше. Если потом в этих условиях оно не возникает, но эти условия должны сразу появиться. Ну, или маленький ребенок, допустим, надо его в туалет сынуть, он не хочет, но когда Дашу какую-то хорошую игрушку и сразу пойдем, если игрушка… Это отвлечение. А? Это нет, это отвлечение, да, потому что он писает не для игрушки. Он писает, чтобы он был хорошо. Да, но он идет… Да. Здесь вопрос в том, что вот, скажем, более простой например, да, это может у вас тоже опять сложный пример, да, опять-таки. Ребенок в школе. Приходит учитель и говорит, сейчас будем писать, да, самостоятельное занятие, да, и она садит ребенок, сползает прямо на карман. Что такое, да? Наверное, он хочет избежать этого задания. Ну, да, самое очевидное. Мы хотим проверить эту нашу гипотезу. Тогда, когда учитель входит, он говорит, кто не хочет писать сейчас задание, поднимите руку, а все остальные будут писать задание. То есть он дает альтернативный какой-то способ быстро избежать этого. Если это происходит… Ребенок, естественно, должен уметь следовать инструкциям, понимать эту речь, да, такие фронтальные инструкции и все такое прочее. Но смысл в том, что мы даем это. Если после этого, когда он говорит, а теперь будем писать самостоятельную работу, ребенок все равно спускать туда, хотя им дали возможность не писать, то тогда это, скорее всего, для другого. Мы тогда смотрим, может, это для внимания, потому что, может, тогда он обычно спускался под стол, к нему подбегал учитель или ассистент учителя, да, и они начинали там, типа, его доставать там, да, каким-то образом жамкать, да, всяко бывает, что, может, ему нужно было это внимание. И это обычно у него получалось, тогда все писали самостоятельную работу, но нужно было быстро это… его оттуда достать, ему это было надо. Тогда мы проверяем этот подвиг. Мы его перед тем, как запустить в класс, начинаем жамки всяческие, потом заходывает самостоятельную работу, он пишет. Понятно, да? То есть мы проверяем таким образом, это какая у нас была цель. и она может быть неочевидна по, как бы, с первого раза. – Так, хорошо. Второй вопрос. Что в рабочем определении является критерием? – Кто? – Долгосрочная задача? – Не-не-не. – В рабочем определении. – Это первая, первая опласть, здесь рабочее определение. Что в нем? Там время. Так, время пять минут. Прекрасно. Площадь выполнения. Отлично. То есть какой-то у нас конкретный цифровой показатель. – Какое предкосновение? – Какое предкосновение? – Какое предкосновение? – Там предкосновение, пишущее до поверхности. – До поверхности. – Это сложно отследить, где не стоит на чем. – Да, это тоже сложно. – Да, абсолютно безусловно. – Критерии обычно – это какой-то цифровой показатель. Зачем нам нужны критерии? Опять же, возвращаемся к нашей вчерашней безуспешному опыту наблюдения за поведением слова «поведение», когда было сложно его отслеживать. Если бы у вас были более какие-то такие серьезные временные какие-то данные или, скажем, мы не в течение целого дня, а только 10 минут этого делали бы. Или мы делали только, когда я стою вот в этом месте. То есть, какие-то еще вещи, которые облегчили бы вам задачу наблюдения. То, что у нас здесь, например, после 5-минутного перерыва, мы можем засечь это время и после этого смотреть. Если он рисует, значит, это слово «новый эпизод». А то, может, он рисует в течение дня. Прошел, порисовал, мы отвлеклись. Может, он 5-минут так, может, он все это время рисовал, а может, он отходил. То есть, мы тогда смотрим, наблюдаем до конца поведения, когда он уходит, смотрим 5-минутный перерыв и так далее. То есть, это критерии, все критерии, они очень помогают наблюдению. Следующее – это основание чего были выбраны по ошибке. Из интервью. Из интервью. На основании интервью еще. Из формы. Правильно. Процедура проверки гипотезы. То, что я вам рассказывала про проверку гипотезы. То есть, то, что мы проверяем, именно эти последствия. Есть вплошрение нашего поведения. Прекрасно, хорошо, внимательно читаем. Кто в команде больше всех замотивирует? Мама и няня. Мама и няня. А из них кто больше? Няня. Почему? Мы с домом ее собрались. Да, это важно. Это тоже важно, потому что это наша команда, кто будет делать. Значит, мы ориентируемся больше на няню, мама у нас на подхвате. Чем отличается поведенческая задача от промежуточной? Более короткая. Более короткая, что по времени. То есть, поведенческая. Да, промежуточная более короткая, потому что она рассчитана на несколько всего дней. Через две недели. У нас две недели там. Прекрасно. Сколько методик по изменению поведения будет происходить одновременно? Или три, или шесть. Почему это? Ну, предупредительная методика работы с поведением и вербальная, просто это три. А если в методике работы с поведением будет еще выборочная, реактивная, то будет шесть. Смого друг друга. Значит, что здесь есть? Сейчас я объясню. Да, вы просто все считаете, что есть. А нужно смотреть категории. Здесь расписаны четыре категории методик. Кстати, по поводу, когда я читала ваши отзывы про тренинг предыдущие, что вчера писали. Реактивная работа больше подходит. Не-не, сейчас я объясню. Я сейчас немножко отвлеклась на методики. по поведению, то я видела, что многие пишут про то, что методики поведения, да, и политические методики, там, и что-то про них там. То, что мы, да, вот я рассказываю, да, и то, что стараюсь объяснить, это не методики. У нас то, что мы занимаемся предкладным анализом поведения, это не методика и не набор методик. Наше, это вот такое направление, это часть науки, которая занимается изучением поведения. И оттуда мы, когда мы изучаем поведение, методики мы делаем, комбинируем, да, составляем, придумываем относительно конкретных вот поведений, которые мы будем менять. То есть нет такого, что у нас, скажем, методика подсказки, да, методика давать подкрепление. Нет такой методики, вообще нет, ничего такого. Это прием. Это прием. И прием. Ну, нельзя сказать, что мы, как поведенческий вот анализ, да, прикладной анализ поведения, или как АБА, ее называют АБА-терапией, или АБА там как-то еще. И у людей это сложилось, что это какая-то у нас есть волшебная методика, которая одна, или две, или три. То есть многие люди считают, что мы сидим все время за столом и просим ребенка показать нос. И что это наша методика. Да, или там еще, ну, многие родители там, о, мы не хотим, у нас ребенок уже разговаривает, зачем ему там показывать нос. У нас это, поскольку это наука, которая изучает поведение, мы изучаем каждый конкретный случай, что где есть, и потом к нему подбираем методику, которые, их нету просто, ну, мы можем брать то, что в педагогике, да, мы берем и с психологии, мы берем там, скажем, всякие, ну, даже не знаю, педагогике больше всего там, что дается. Именно. То есть мы просто должны, ну, это когда и мы знаем, какие вещи запускает поведение, и какие вещи его делают сильнее, то мы, и мы знаем, что мы будем работать по изменению этого или этого, или обеих вариантов, потому что иногда бывает, мы не можем стимулы изменить, мы не можем убрать учительницу из класса, если она своим, да, голосом запускает поведение. Мы ее не можем убрать. Значит, мы это оставляем на месте и работаем здесь. То есть мы всегда смотрим по возможности, что мы можем как изменить. Иногда бывают очень простые, да, какие-то рекомендации, и все сразу становится хорошо. А иногда нужно вот и там, и там еще учить этим новым навыкам каким-то вспомогательным, которые помогут новому вот новому вот этому поведению сюда встроиться или это по-другому там как поменять. Вот. Поэтому обычно всегда идет сразу несколько направлений работы. Потому что, когда мы работаем вот с этими условиями, это один тип методик, да, они называются предупредительные методики. Потому что мы предупреждаем то, что, то есть мы изменяем стимулы до. Если стимула нету, то нет поведения. Так, да, так. В приспаске. Нет, нет, нет. Человека нет проблем, да. А здесь у нас такая жаль, что нету стимула до, нету поведения. Потому что только он может запустить. Потому что только вот эта связка работает, да, только этот стимул может сигнализировать. то есть если инструкция какая-нибудь дается и ребенок падает в истерике, если вы не даете инструкцию, то никто не падает в истерике. Правильно? Следующий вопрос, а как же не давать эту инструкцию? Но это сейчас следующий вопрос. Потому что как только у нас есть ситуация, когда мы можем изменить или убрать эти стимулы временно, временно, не навсегда. Мы навсегда никогда предупредительные методики не используются только вот без сопровождения других методик. Все это идет одновременно. Значит, давайте посмотрим, что у нас предупредительных методик в данном случае. Значит, мы… Помните описание у нас рабочего определения? Там условия были описаны. Какие? Что помнили? Поле зрения. Поле зрения. Фломастеры в поле зрения. Поэтому здесь мы пишем, что мы их убираем из поля зрения. Мы сейчас сделаем так, что это поведение не возникает в течение дня. Это не значит, что мы с ним поработали. Потому что как только они появятся, стимул появится, сразу появится и поведение. То есть устранить причину недостаточно? Это не причина. Это… Подожди, а что с условиями? Условия – это не причина. Причина ставится вот здесь. Ну хорошо. Условия по мастеру в поле зрения мы убираем это условия. Да. И поведения нет. Правильно. Это не достаточно. Конечно. Потому что он может пойти на улицу и увидит, там валяется на полу этот самый на земле фломастер. Он его поднимет и начнет рисовать. Мы не можем гарантировать, что мы навсегда можем убрать какой-то стимул. Правильно? То есть вы его научите, допустим, видеть фломастеры и спокойно к этому работать. Нет. Это пока вы к этому не дошли. То есть это пока у нас, да, вот то, что мы предлагаем. Первое… опять же, все это происходит в течение дня, все эти направления, всех этих методик. То есть мы рекомендуем родителям убрать эти фломастеры. И таким образом мы высвобождаем себе день без поведения. Это значит, что мы весь день можем работать с этим поведением. Потому что его нет. Правильно? Все встраивается в нашу логику. Дальше у нас еще… это как бы один только вариант предупредительной методики. Их может быть несколько. Потому что эти стимулы иногда сложно просто так убрать. Можно как-то их медоизменять, там еще что-то. И здесь второй из вариантов – это то, что мы заметили, что когда ребенок сидит один, он обычно, да, вот руках, видимо, нужно что-то теребить. И мы занимаем его руки другим. То есть тоже он в этот момент, когда он чем-то другим будет заниматься руками и будет с чем-то, с кем-то общаться, манипулировать чем-то, то он не показывает это поведение. И нам это очень хорошо. Значит, это в течение дня. Также в течение дня мы работаем с поведением. То есть дальше у нас вот эта работа с поведением идет на том, что мы учим его рисовать на бумаге. И родители дают, то есть это как бы, да, вот представьте, фломастера нету, ничего не запускает его поведение. Родители садятся, поиграют там этим, 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 потом бумажку, да, с ним вместе провели, дали много подкрепления. Все, закончили эту работу, пошли заниматься другими делами. То есть мы учим, что эта комбинация фломастера в руках будет связана с бумажкой, потому что, эй, связываться это все будет, потому что сразу идет хорошее подкрепление. Но это подкрепление надо найти. И у нас здесь мотивационный анализ сделан был очень тоже там серьезный, да, что он ему дает для того, чтобы он вот эти связки делал, да, чтобы он запоминал, что это с этим хорошо. Ну, то есть, как бы, другими словами, правильно, потому что мы учим правильно, адекватно использовать этот предмет. Ну, в данном случае, да, это не для всех детей будет такая. Для него была такая. Да, для него была такая, да. В данном случае у нас получается, что мы учим альтернативному поведению, то есть это тот же самый фломастер, который, да, немножко в другом месте. Это специально одобряем. Ну, как-то, да. То есть, на самом деле, он просто чёркался. Но нам было неважно, потому что пусть он чёркает. И мы не могли делать так, чтобы в течение дня мы этим не занимаемся, потому что мы помним, что мы рисуем слюнями. А слюнями мы не можем спрятать никуда, да, и положить на пол. То есть, вдруг у него это пойдет больше. Мы должны быстро занять его всё свободное время другими какими-то навыками, ориентированными на то, что он будет делать социально одобряемое рисование. Реактивные методики. Понятное дело, что мы не волшебники, да, и бывает такое, что у нас есть проколы. Мама брала все фломастеры, а он взял и бал. Или, скажем, кто-то принес какой-то фломастер или там ручку и положил в свободном доступе где-то ребенку. Или он закатился под стол, мы не видели. И он начал рисовать. Нам нужно как-то реагировать. Мы помним, что если мы как-то реагируем, то работы с поведением нет. Это называется, что мы прокололись. Но мы остаемся спокойными. Ну прокололись и прокололись, да, ну что же делать. До этого было скобку этих эпизодов. Ну плюс один – ничего страшного. Но мы должны среагировать так, чтобы максимально не дать желание его подкрепления. Но и не дать никакой другой реакции, которая может вызывать негативные эмоции. То есть если мы будем останавливать и говорить «нет», или там прижимать руку, или кричать, или еще что-то, да, резкие движения, это может привести к тому, что это будет связываться с негативным каким-то, да, ситуацией. И дальше мы тоже можем научить там ребенка убегать от нас. Когда он видит фломастер, на всякий случай пойду, порисую где-нибудь в другую комнату. Поэтому предлагается делать, да, вот здесь два варианта. Переключения и всякие подсказки. Потому что для этого ребенка они работают. Не для всех будут переключения работать. Что в данном случае было переключением? То, что этот ребенок, у него были несколько вариантов инструкций, которые он выполнял всегда. А почему он всегда выполнял? Потому что они простые, потому что он сразу получал то, что последствия, которые он хочет, да, они хорошо наученные вещи. Обычно человек выполняет с легкостью и с радостью. даже если он может говорить, мне не нравится это делать, да. Но делать, если каждый день мы потом будем долго удивляться, если нам не дают это делать. Например, там мыть посуду. Или, не знаю, что-нибудь еще такое. Что обычно люди говорят, я не люблю мыть посуду. А если мы мыем каждый день, но мы настолько уже это делаем на автомате, что будем, не знаю, быстро реагировать, если нам помогут посуду. В данном случае, если у вас есть такое что-то, то можно переключить на это внимание. То есть, дать вот здесь вот что-то, какой-то предмет. Отличение заключается в том, что мы говорим инструкцию, у которой здесь нет конкретной инструкции, я даже не помню, что какую инструкцию там. У меня был один клиент, которому мы давали инструкцию, пойдем поливать цветок. Он это очень любил делать, для него это была такая игра. И не то, что он это делал редко, он делал перчатка. И всегда можно было, мы видим, что он идет уже по направлению куда-нибудь пошалить, а пойдем-ка поливать цветок. Понятно, что мы не работаем в этот момент с поведением, но мы все равно убираем интенсивность этого эпизода. То есть, то вот этого, то, что он не нарабатывает, никакие новые варианты, чтобы потом в разных условиях показывать нам это поведение с такой большей какой-то энергией. Вот. Ну и вербальные подсказки, что ты хочешь прессовать, посмотри на альбом, да, то есть, переадрисовываем к тому, что мы обычно делаем вместе, что вроде как ему должно быть интересно. И одновременно же с этим мы проводим обучающие программы. То есть, мы дальше уже не просто рисуем на этом листочке, а мы можем рисовать на каких-то других поверхностях, которые можно рисовать, но уже рисуем конкретные вещи. там, да, отрабатывать такое, что-то, да, чтобы у него было на будущее, что это рисование, оно потом перейдет в навык писания, рисования уже таких серьезных вещей. То есть, все эти четыре направления идут одновременно, в один день. И каждый день, с утра и дай вечер. И каждый день, с утра и дай вечер. И первый день, с утра и дай вечер. Продолжение следует...